Он был режиссёром-новатором. Каждый его фильм вырывался из общепринятых канонов. Советский зритель не всегда понимал эти картины, но люди, думающие, перед ним преклонялись. Мотыль – неправильный режиссёр, снимающий неправильные фильмы про неправильных людей. Мотыль был в восторге от этого определения. Мотыль умел точно передать настроение и дух времени, который он снимал. И в 82 года он был полон идей и мечтал снять очередную картину. Но судьба распорядилась иначе. 21 февраля 2010 года остановилось сердце режиссёра Владимира Мотыля. Его погубило то, что он ни на что не жаловался. Он остался дома один, и вот его этот инсульт настиг. В кино Владимир Мотыль попал не сразу. Он начинал как режиссёр театральный. Работал в театрах Сталиногорска, Свердловска и Нижнего Тагила. Но уже тогда стал формироваться особый почерк, отвечавший впоследствии его картины. Я вообще отношения Мотыля к 1920-м годам разделяю. Я понимаю, что он идеализировал их очень сильно, потому что он из этой эстетики вырос. Из эстетики отчасти футуристов, отчасти конструктивистов. Он странным образом продолжает гротесканную линию Мейерхольда. Никем практически не подхваченную. Он начинал как театральный режиссёр Мотыль. Вдохновлённый Мейерхольдом, в конце 70-х Владимир Мотыль экранизировал пьесу Островского «Лес». Это было нетрадиционное прочтение русской классики. В итоге картина оказалась на полке. Мотыль был, вообще говоря, мастером формы. Мастером формы такой крепкой, мастером жанра. Он мог снять, если нужно, замечательную мелодраму. Вот как раз «Багровый сверстникопад» это классическая мелодрама, сага такая. Мог, если надо, ему было снять классическую совершенно там вариацию на тему истерна. Вот, пожалуйста, вам «Белое солнце». Но его гениальность заключалась в том, что он умело любил работать между жанрами, на стыке жанров. Слышь, Аксюш, нынче, примерно, он три тысячи требует. А я за своё. Хоть и прибьёт. А я завтра опять. Ни одного дня не пропускать. Либо он убьёт меня поленом, либо хоть половину-то скинет, а? Как думаешь, Ксюш? Мне половины-то взять негде, вот чудной. Выбрать, сука, покрепче. Дай. Из постановки вытекало, что передовому социалистическому строю нечем похвастаться перед прогнившими двоянскими устоями столетней давности. Показанное самодурство и низменные страсти явно смахивали на пороки правящей партийной элиты. За этот фильм Мотыля изгнали из Госкино, как многим тогда казалось навсегда. Вторая жизнь будет у леса, потому что русская классика нуждается в таком революционном перепрочтении, а как это делать умел один Мотыль. Владимир Мотыль не единожды вызывал гнев идеологов от кино. Еще в 67-м году он получил запрет на профессию, сняв инфантивную комедию «Женя, Женечка и Катюша». Я спрашиваю, кто стрелял? Гвардия рядовой Колышкин, вернувшийся после излечения. Он и в госпиталь никак в себе попал, товарищ гвардия майор. Не ранил его, ящиками его придавил по рассеянности. Только не рассеянность, а сосредоточенность. Единицы любили Женю, Женечку и Катюшу, военную трагикомедию. Очень немногие, когда вышла звезда, адекватно ее поняли. Если бы не Нечкина, она бы и не вышла, строго говоря. Лес, который является собой удивительную, гротескную вариацию на Островского, посмотрели единицы, а полюбили вообще, думаю, 2-3 человека. В этом фильме была правда жизни, которую пережил сам Мотыль. Он человек, рожденный в военный период. В его жизни остались любимые, так сказать, герои жизни, которых он перенес на свои киноленты. Сценарий этого фильма Владимир Мотыль писал вместе с Булатом Акуджавой. Первый прописывал сюжет, второй вставлял остроумные диалоги. Название фильма «Женя, Женечка и Катюша» пришло сразу. Авторы надеялись, что столь несерьезный заголовок усыпит бдительность цензуры. Маша, ты поставил чайник? Что? Вот это какая-то внутренняя ироничность и какая-то, я бы сказал, в общем, в то же время еще не иссякший оптимизм, еще не иссякшая вера в то, что в конце концов все-таки все будет хорошо. Вот это сочетание иронии и веры какой-то, вот это мне очень дорого и памятного. Повезло мне увидеть его в 1984 году, когда Женю, Женечку и Катюшу показывали в кинотеатре повторного фильма, тогда еще существовавшим, и толпа была такая, что их с Акуджавой не пускали в зал, они не могли пройти и никак не могли доказать, что вот они-то, собственно, сценаристы, режиссер картины. Когда картину только запустили, режиссеру навязали на роль Жени Земляникиной актрису Наталью Кустинскую. Мотылью она очень нравилась, но для роли не подходила. Тогда Владимир поставил худсовет перед выбором. Либо он, либо она. Ему уступили. И он пригласил в картину никому неизвестную Галину Фегловскую. Представьте что-нибудь вкусненькое. Я, например, всегда представляю конфет. Вот до войны была клубника со сливками. Ну, так пойдем за дерево, посидим. Ишь-то какой! Сразу уголок! А ты не сердись, что я тебя так... Герой, который он подбирает, он всегда делал акцент даже не на звезд. В его фильмах снималось очень мало звезд. Это и объяснялось тем, что он не хотел, чтобы была ассоциация героя, которую он хочет передать, с уже... с известным героем времени, например, с какой-то известной звездой, которая бы перебивала бы этот стереотип. И в этом была его, как бы, идея и установка, четкость изложения правды. Роль нелепого интеллигента Жени Колышкина Мотыль прочил только Олегу Далю. Но пробы были одна неудачнее другой. Актер приходил на них в состоянии глубокого похмелья. Но режиссер дал Олегу несколько попыток. И после серьезного разговора Даль понял, как важно для него сыграть эту роль. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры Капли датского короля Пейте, кавалеры Капли датского короля Пейте, 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 кавалеры Вообще, понимаете, достаточно посмотреть на экран, чтобы понять, что в беспробудном пьянстве сыграть с такой легкостью, с таким чистым глазом совершенно невозможно. Это глупость великая. Значит, прослышали, так сказать, что-то такое и вот такую глупость, значит, написали. В этой картине о войне Мотылю были важны не батальные сцены, а внутренний мир героев. Для советского кино это было непривычно. И на режиссера набросились критики, цензоры и чиновники. Но он не сломался. Сегодня русское кино задушено реализмом. И оно действительно задушено. Потому что, ну, где нет гротеска, там нет жизни. А эстетика гротеска оптимистична. Она переламывает реальность. Ну, кто это делал в русском кино? Три человека. Климов, которого сломали очень быстро. Ну, то есть он продолжал работать, но ему совершенно руки обрубили уже, да. И он бросил это дело в конце концов. Полока, который, дай бог ему здоровья, продолжая с него, потому что он крепкий, действительно старик очень. И Мотыль, который умудрялся гениальное кино делать из общедоступных образцов. В то самое сложное время на фоне запретов и железных стен находятся вот те самые новаторы, идейные мыслители, которые несут свое творчество, искусство в массы. И вот той самой массой и был сам Мотыль. Уметь продолжить поиски русского киноавангарда, не ограничиваясь этим клише, это пафос переделки мира, который сидел с 20-х годов. Если мы сейчас пребываем в таком ничтожестве, прозябаем, по сути дела, это не значит, что мы будем в нем вечно. В конце концов, там русское кино и русское искусство – это всегда искусство людей, которые подчиняют себе вселенную, которые ее ломают. Или оно не существует. Вместо премии и наград за картину «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль получил запреты на профессию. Спасением для него стала экспериментальная студия Григория Чухрая, которая имела автономию в выборе сценариев и режиссеров. Владимира пригласили туда на постановку фильма под рабочим названием «Пустыня». Такое какое-то безысходное время. Это было время упадка, общественного упадка. Это уже брежневские времена, вот канун, так сказать, нашей демократической революции. Только знайте, любезная Екатерина Матверовна, что классовые сражения на сегодняшний день в общем и целом завершены и час всемирного освобождения настаёт. И пришёл мне черёд домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить новую жизнь в милой сердце родной стране. Он любит искусство 20-х годов. С его смесью сатиры, буфонады, гротеск, он понимал Маяковского, как мало кто. Он потому и белое солнце сумел снять, что его пафос мировой революции и смешные стороны этого пафоса очень вдохновляли. Мотыль с большой неохотой взялся за эту работу. Исходный вариант сценария был довольно прост. Красноармеец возвращался с гражданской войны, вёл гарем сбежавшего бая. Потом этого бая убивал и шёл дальше с идеями октября в душе. Не было любви Сухова к своей Екатерине Матвеевне. Таможенник Верещагин был случайным персонажем. Но когда Мотыля уговорили снимать картину, сценарий был переделан. Ничего молчать. Язык берегу. Тебя как? Сразу прикончить? Или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Лучшее, что туда придумали они коллективными усилиями с Марком Захаровым, как раз то, что выбивается за грани этого жанра. Плюс, конечно, там совершенно гениальные актёрские работы. Вот мне-то там дорог Луспекаев, который привнёс туда, в эту совершенно гротескную историю, такой реалистический, психологический дух Товстоноговского театра. Между прочим, там Верещагин же единственный живой человек на всю картину. Снимать в роли Верещагина режиссёр хотел только Павла Успекаева. Тот только что перенёс ампутацию стоп и от съёмок решительно отказывался. Согласился лишь с условием, что сниматься будет без скидок на инвалидность. Не могу я её каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достало. Господи, да где же вы теперь найдёшь-то? Съешь. Ведь опять не закусывал. Нет. Мне там нравится то, где мотыль выбился из канона, а всем остальным как раз наоборот. Нравятся реплики типа «Убили Петруху» или «Гюльчата Ильичка, открой». То есть всё, что вписывается в штамп. Поначалу картину «Белое солнце пустыни» хотели запретить, сочтя её непрофессиональной и непатриотичной. Повезло, что фильм увидел сам Брежнев и остался в восторге. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Где взяли? Давно здесь сидит. Абдулла! Таможня даёт добро. Прочитай. Подкрулечка. «Белое солнце пустыни» при всей своей прелести. Это замечательное упражнение в конкретном жанре, снятое потому, что никто другой не сумел. Он взялся за эту работу без всякого своего желания. И сумел внутри неё, да, даже расцветить её как-то. Но она очень канонная, очень традиционная вещь. Просто как человек, хорошо владеющий каноном, он сделал крепкую, ремесленную работу. И вот она стала так знаменита. Последствии ленты о приключениях красноармейца Сухова стала талисманом космонавтов. В 1971 году экипаж корабля «Союз-11» погиб. И космонавты, которым предстояло совершить полёт после трагедии, волновались больше обычного. Психологи подобрали им для просмотра перед стартом ободряющий фильм «Белое солнце пустыни». Полёт тогда прошёл без проблем. И на Байконуре просмотр этой ленты стал традицией. «Естественно, будут помнить «Белое солнце», потому что оно создало определённую легенду вокруг себя. Отчасти из-за космонавтов, его смотрящих непрерывно, отчасти из-за удачных реплик, ушедших в словарей». Узнав о смерти кинематографиста, космонавты старшего поколения приехали почтить его память. Необычайную популярность снискала масштабная лента «Звезда пленительного счастья». Она была единодушно признана как кинокритикой, так и публикой. Видно, не поймут, кому присягать. Гениальный художник, рисующий полотно, в его голове уже возникает целый сюжет вот той самой повести, которую он хотел передать. Она становится настоящей былью, настоящим рассказом. «Я очень высоко ценю «Звезду пленительного счастья». Точнейший фильм о декабризме и о том, что бывает за декабризмом, а в любом случае в отношении формы я считаю, что это лучшая его картина. Это был фильм, посвященный женщинам России. Он рассказывал о подвиге жен декабристов, которые последовали на каторгу в Сибирь за своими мужьями. Согласна вы теперь? Мне все равно, лишь бы идти велите нести кандалы. Она самая гармоничная, вот то, что Шостакович называл прекрасной цельностью формы. Она вот этими короткими кусками нарезана при своей кажущейся такой нервности и при кажущемся несоответствии эпохи. Она очень соответствует тому, что вот Тинянов назвал «Люди 20-х годов с их прыгающей походкой». Это и фильм с прыгающей походкой. Гениальный я считаю. На съемках этого фильма Мотыль снова встретился с актером Олегом Далем. У режиссера остались о нем светлые воспоминания после картины «Женя, Женечка и Катюша». Но на этот раз Владимиру Яковлевичу казалось, что он общается совершенно незнакомым ему человеком. Он был очень замкнут. Никогда во время съемок «Звезды принятного счастья» никогда он к алкоголю не обращался. Это дала мне моя мать. Овоз. Овоз. Бела не была. Его мрачность я положил на этот характер. Такой мрачный, ироничный офицер. И вот если вы увидите еще когда-то этот кусок, то это ему ничего не приходилось сделать. Он просто был самим собой. Вот таким, каким он был в то время. У него было какое-то рожденное чувство. кино, как у Феллини. Он никогда не может объяснить, почему у него тот ракурс, а не другой. Но камера должна вот так стоять. И вот это в нем сидело очень легко. Мотыль был одним из авторов сценария фильма. И пообщавшись с Олегом Далем по поводу очередной сцены, решил ее изменить. А у меня был написан сценарий караульный офицер, значит, который берет взятку за то, чтобы она проникла значит, к своему возлюбленному. Она снимает кулон, в общем, она ему отдает, и он ее пропускает. Вот. И когда я общался с Олегом, я изменил сценарий. Он возвращает ей кулон. Теперь никто не заподозрит меня в корысти. Даже в модном доме, где я все еще служу. Ваша сумочка. Звезда будет вечной абсолютно, потому что феномен русского декабризма никуда не девается, и декабристов еще будет полно, и она еще обретет свою актуальность, еще 20 раз. Во многих кинообъединениях в советское время Владимир Мотыль был персоной нон-грата. Казалось бы, с началом перестройки судьба режиссера должна была измениться, но он вновь остался верен себе и вновь стал снимать фильмы с провокационным подтекстом. он был человеком упрямым, сдержанным, сильным, и я бы сказал, он был человеком интуитивным, он, собственно, все знал на уровне живота, он ничего не формулировал вслух, ему неинтересно было рассусоливать, он не был теоретиком. Долгий творческий путь, который он прошел, посвящен был той самой борьбе, о которой мы говорим всегда, когда говорим о кумирах советского периода. Знаете себе, какой титанический характер был у этого человека, если он умудрился при тотальном противодействии, при том, что он был нон-грата в Министерстве кинематографии снять 10 картин, и все они стали классикой, одни помнят, другие не помнят, но на ретроспективах падите вы, попадите на того Шишлова, почему это произошло? Да потому что в нем сидел этот пафос переделки мира, я вас сломаю, а не вы меня. Когда он взялся за фильм «Жил-был Шишлов», от него ждали картину, обличающую ужасы Октябрьской революции. Но Мотель снял кино, посвященное уродливым перекосам жизни российской дубинки в результате большевистской ломки традиционных ценностей. Я скажу нестандартную вещь, мне кажется, что его лучшая картина это «Жил-был Шишлов», наименее замеченный фильм 80-го года, потому что он самый точный. Он о том, как и чем закончилась русская революция, чем она сменилась. На данном этапе оживления частного капитала в поселке Птюнька имели место попытки разложить пролетарские ряды. Есть факты, сигнализируй в совет. Факты подтасовать можно, а пролетарское чутье никогда. Матэль сразу почувствовал, что революцию будут обгаживать, но ему показалось важным тогда сказать, что есть вещи похуже революции, что ее жестокость, ее уродство, ее кровь, которые вот так странно персонифицированы были в этой фанатической фигуре Шишлова, не самое страшное, что конформизм страшнее, что хапужничество страшнее, что неоп страшнее. Этот фильм содержал в себе опасный по тем временам вопрос, почему эксперимент с социализмом в отдельно взятой стране не получился. Так вот, «Жил-был Шишлов» это фильм о том, как революция предана, фильм о том, как гибнет, может быть, и не лучший далеко, но очень приличный человек, гибнет под гнетом абсолютных ничтожеств. Миршущим Догилева там сыграла лучшую свою роль, отрицательную. Он сумел чудом вытащить из старой пьесы Солынского, которую вообще уже и забыли помнить, сумел вытащить драгоценные и важные подтексты. Я считаю, что это лучшая его картина. Множество фильмов, которые снимал Мотыль, они именно всегда очень четко передают время. Когда Мотыль пытался прыгать из жанра в жанр и расширять границы этого жанра, его понимали немного. Вот это, кстати, одна из причин, почему не понят оказался Шишлов. Ну как так? У нас 86-й год, нам нужно перестроечное кино, разоблачающееся ужас советской власти. А он рассказывает о том, как советскую власть предали. Ну что вы хотите? Эту картину показали один раз и забыли благополучно. А это гениальный фильм. Этому историческому периоду была посвящена и последняя работа Владимира Мотыля «Багровый цвет снегопада». Режиссер работал над ней в течение пяти лет, но побывать на премьере этого фильма ему было не суждено. Мне дочка рассказывала, что она хотела с ним жить, хотела от него не отходить. Он был против, он считал себя человеком самостоятельным. И в результате и жил один последний год, когда жена умерла в Царство Небесное, и умер один. В этом есть какой-то героизм. Он никого собой не грузил, никого не жаловался ни на что. Такой был железный старик. В начале февраля 2010 года он потерял сознание и упал. Мотыль был госпитализирован с переломом шейных позвонков. Уже в больнице у режиссера была также обнаружена пневмония. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. И их опасения подтвердились. 21 февраля Владимир Яковлевич умер. Как он жил знают все, а как он умер почти никто не заметил. И вот он абсолютно как-то растворился в своем кинематографе. И это для режиссера очень хорошее суть. Несмотря на преклонный возраст, режиссер был полон новых идей. И даже чувствуя себя плохо после премьеры «Багрового цвета снегопада» хотел приступать к съемкам новой картины. Он, да, не сказал, Стаянович, незадолго до смерти, что придумал новую картину, дешевую, психологическую, интересную, двое в гостинице выясняют отношения, хочет делать, зовет ее, хороший будет гротеск. И вот то, что он как бы умер полный замечательных идей, опять сделать формальный эксперимент на крошеном пятачке, на медные деньги, гротеск для двоих, вот это меня наполняет особо из него гордостью, он был совершенно неубиваем. До конца не спета, перестаньте черти, докляться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви, перестаньте черти, докляться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.